Здравствуйте! В эфире программа «За обедом». Меня зовут Владимир Раевский. Сегодня мы обедаем в большом пивном ресторане «Пау-Ланнер Бройхаус» на Повелецке. Вообще, к нашей сегодняшней теме, о ней чуть позже, это заведение относится так, не очень. Но зато это единственное место в округе, которое согласилось нас пустить, чтобы на эту тему поговорить. И вот сегодня за обедом американец из штата Нью-Йорк Стивен Шорн. Он еще в детстве получил диагноз синдром Аспергера, который является, ну, своеобразной разновидностью аутизма. Он имел огромные проблемы с речью, с социализацией, врачи даже советовали отдать его в интернат. Но родители совету врачей не последовали. Теперь Стивен – доктор наук, профессор университета Аделфи и автор нескольких книг об аутизме. Своим собственным опытом он сейчас поделится со мной, ну и, конечно, с вами. Здравствуйте, Стивен. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, а ваши? Отлично. Рад познакомиться. И я рад. А вы в Москве впервые, да? Да, это мой первый приезд. Здорово. Ну, я буду вам задавать вопросы о вас, потому что вы живой пример того, как все возможно. Окей. Когда вы впервые узнали, что у вас синдром Аспергера? Мне очень повезло, так как мои родители постоянно произносили слово аутизм все время, сколько я себя помню. Так что где-то с пяти с половиной лет, когда моя речь более-менее нормализовалась и я уже был в курсе, я осознаю, что родители говорили со мной об аутизме, о синдроме Аспергера они тогда еще не знали. Так что я всегда был в курсе. То есть где-то с 70-х годов? Ну да, где-то в конце, да, в конце 60-х. Сколько вам сейчас лет? Мне 52. Вот что меня поражает, это то, что у вас совершенно нет страха перед публикой, перед камерами и все такое. Да, это меня вообще не смущает. У меня было много практики. Я даже в школе играл в группе и на сцену выходил выступать. А говорить с кем-то по телевизору, перед камерами, это же тоже выступление. Так что у меня было время попрактиковаться по-разному. Хорошо, давайте что-нибудь заказывать. Окей. Бутербезли. Добрый день. Здравствуйте. О, спасибо. Вы выбираете заказ. Мне на английском? Да, на английском. Вы выбираете заказ, я все повторяю, мы всегда так делаем. Я бы хотел зеленый чай, а на обед я бы хотел заказать салат с языком. А, ну все. А мне тоже салат и лимонад. Отлично. Спасибо. Я не сразу книгу заметил, это ваша? Да, это моя автобиография. Называется «За стеной». Ее на русский недавно перевели. Поздравляю. Это все организация «Наш солнечный мир», занимающаяся проблемой людей с аутизмом. Они меня, кстати, и в Москву привезли, за что им большое спасибо. Это же не первый перевод, да? Нет, мою книгу переводили на японский, китайский, корейский и польский. Понятно. Ну ладно, давайте дальше. Вы можете рассказать, что вы помните о своем детстве? Да, конечно. После пяти месяцев нормального развития на меня упала так называемая бомба аутизма. Это происходит с половиной людей с моим синдромом на восемнадцатом или двадцать четвертом месяце. Я перестал коммуницировать, у меня начались срывы, я полностью закрылся, стал очень аутичным ребенком. А вы хорошо помните это время? У меня есть воспоминания о невербальных периодах, которые происходили в возрасте от 18 месяцев до четырех лет. Тогда я не говорил вообще. Вот свои ощущения я помню довольно хорошо. Хотя скорее я помню то, что я чувствовал и видел, а не то, о чем я думал или что говорил. Вы как-то необычно воспринимали реальность. Мне сложно сказать, так как из-за моего синдрома я не знаю, что является обычным, а что нет. Но теперь, когда я вполне неплохо обладаю разговорными навыками и знаниями, я думаю, что все же воспринимаю реальность иначе. Например, я более чувствителен к свету, к яркому свету. Взять хотя бы такие лампы, как здесь на потолке. Вроде обычные, но для меня они как прожекторы. Вам не мешают лампы съемочной группы? Ну, я могу их игнорировать пока что. Но если бы я сидел здесь долго, несколько часов в компании друзей, я бы попросил их выключить. Хорошо. Я прочел про аутизм и про синдром Аспергера в особенности, что дети с этим синдромом, как правило, имеют набор каких-то определенных и очень глубоких интересов и увлечений. Это так. И какие были у вас? У меня было много, как мы их называем, особых интересов. Астрономия, авиация, землетрясение, кошки, йога, музыка и куча других. А чем они отличаются от набора интересов ребенка без вашего синдрома? Все же увлекаются чем-то? Да, но для ребенка с аутизмом эти интересы становятся крайне углубленными. И, как правило, они могут даже мешать повседневной жизни. Настолько они сильные. Давайте я вам налью. Спасибо. А вы учились дома или в школе? В школе. С 4 до 6 лет я учился в специальной школе. В той, в которой меня диагностировали. А потом в 6 лет я пошел в обычную школу. Тогда еще не было закона об обучении для особых детей. Тогда об этом очень мало знали. И выбор стоял между обычной школой и совершенно другим закрытым заведением. Да, но это удивительно, что вам разрешили пойти в такую школу, что никто не возражал. В России, да и не только в России, с этим возникли бы проблемы. Да, я знаю. И все получилось в основном потому, что мои родители провели такую работу со мной, что к 4 годам моя речь начала восстанавливаться. Спасибо. А к 5 с половиной годам она почти вся восстановилась. А как вы общались со своими одноклассниками? В начальной школе в 6 лет я был полной катастрофой в плане общения и обучения. Я не взаимодействовал и не общался со своими одноклассниками. Ну, во всяком случае, так, чтобы они меня понимали. Поэтому меня много дразнили. Например, я мог ходить по классу без конца, повторяя букву «Б». Я не знаю, почему, но я это делал. И меня за это травили. А учителя не знали, как со мной взаимодействовать. Поэтому я отставал в оценках почти по всем предметам. Но в то же время я обнаружил все свои особые интересы. Так что почти всю начальную школу я приходил в библиотеку и набирал все книжки по этим особым интересам. Землетрясение и все такое. И астрономия и так далее. Я набирал целую кипу книг и читал. В целом, что больше всего помогало вам социализироваться? Музыка, астрономия или... Музыка. Я обожал астрономию, но это... Конечно, мои одноклассники ей не интересовались. Музыкой вообще интересуется больше людей. В школе была группа, был оркестр, а вот астрономического клуба не было. Понятно. А как вы выбирали дальнейший путь? Как вы решили, какую профессию выбрать? Я всегда интересовался педагогикой. Педагогикой? Да. Так что после школы я захотел стать учителем. А почему не астрономом или сейсмологом? Потому что это все науки. Один школьный учитель сказал мне, что я никогда не научусь математике и отпугнул меня от научной деятельности, от всего, где нужна математика. Учитель? Да. Да уж. Большое спасибо этому парню. Или девушке. Девушке, да. Но сейчас все больше и больше учителей умеют определять эти особые интересы и стараются помочь детям развить их в правильном направлении. Это вообще распространено среди аутичных детей? Выбирать карьеру в соответствии со своими особыми интересами? Это очень распространено, да. И те из нас, кому так повезло, что они смогли это сделать, становятся очень успешными в своей области. А как это происходит? Ну, например, ребенок интересуется компьютерами, математикой, физикой. И если вы определили свой особый интерес, его нужно использовать для выбора карьеры. А если это невозможно? Если это бесперспективно? Невозможно, непрактично. Такое тоже часто бывает. Например, с моим интересом к музыке. Было не очень перспективно становиться музыкантом. Я умею играть, но недостаточно хорошо, чтобы стать успешным в этой области. И нужно было взять этот интерес и посмотреть, есть ли другие варианты. Например, я мог стать учителем музыки. И я какое-то время им был. Или, например, ребенок обожает компьютерные игры. Это часто бывает с особыми детьми. Было бы непрактично делать карьеру компьютерного игрока, но можно взять этот интерес и сделать карьеру, связанную с ним. Ну, создавать компьютерные игры, программировать. Так что нужно думать, поворачивать и направлять эти интересы. Да, это так. А как вы дальше строили свою карьеру? Вы решили стать учителем музыки, да? Да, и я продолжал учиться этому. Я получил степень бакалавра в музыке, написал диплом и понял, что мне очень сложно анализировать музыку периода романтизма. Я имею в виду позднего Бетховена, Брамса. И дело было не в том, нравится мне музыка или не нравится. Мне она вся нравилась. Проблема была в том, что, анализируя музыку романтизма, я терялся и не мог нащупать в ней структуру. Хотя с Моцартом и Бахом, например, было легче. И мне сложно найти эту грань. И тогда-то я и понял, что диагноз «аутизм», поставленный мне в детстве, никуда не делся и все еще ощутимо влияет на мою жизнь. Я так и не смог получить должного образования в этой области. И тут настал момент выбора. Должен ли я в конец разорвать с высшим образованием? Но если бы я так поступил, я бы просто потерял уйму времени и проиграли бы от этого все. Другой вариант – я мог начать учиться чему-то новому, как-то перевернуть свою сферу интересов. И второе, что интересовало меня, был мой старый добрый аутизм. И вот он-то и стал моим новым особым интересом. Я пошел учиться в эту область. И именно этим я сейчас и занимаюсь – учу работать с аутистами. Какие трудности вам было сложнее всего преодолеть в жизни, связанной с диагнозом? Это зависит от времени. В школе, особенно в начальной, самым сложным была социализация, общение с одноклассниками. До этого самым сложным было научиться говорить, вообще понять, как общаться вербально. А в колледже уже почти никаких трудностей не было. В колледже было прекрасно. Хулиганов не было, уроки были интересные. И если я хотел покататься на велосипеде в полночь, я всегда находил кого-то такого же странного, как и я. А после колледжа сложными были отношения, свидания, сложно было найти девушку и сложно было найти работу. Нужно было найти способ из учителя музыки стать тем, кто занимается специальным обучением. Какие-то такие сложности у меня были. А вы женаты уже 20 с чем-то лет, да? Да, уже почти 24 года. Как здорово. И напоследок, я хочу спросить у вас, что бы вы посоветовали родителям, у которых рядом нет школы, открытой для особых детей? Нет хороших врачей, которые бы помогли им? И нет Стивена Шора, преподающего музыку особым детям? Что бы вы посоветовали родителям, которые хотят нормальной жизни для своего ребенка? Моим первым советом было бы рассказать родителям, что у их ребенка есть безграничные возможности, как и у любого ребенка. Задача родителей, учителей, друзей и всех, кто окружает ребенка, раскрыть этот потенциал. Для этого есть специальные техники и методы. Но если приглядеться ко всем этим методам, оказывается, что все это просто очень хорошее, глубокое обучение. Нужно просто развивать интересы. Эти интересы, как правило, то, в чем мы сильнее всего. И я бы хотел презентовать вам свою книгу. Спасибо большое. Ее на русский недавно перевели. Спасибо большое за книгу и за интервью. Не за что. Стивен Шор, профессор университета Адельфии и специалист по аутизму. Был сегодня за обедом. Меня зовут Владимир Раевский. Счастливо.